Короче, народ, не успели опубликовать релиз, как всегда, iOS 14.6. Нам уже выпускают iOS 14.7 Beta 1 для разработчиков. Ситуация такова, что как бы вылетела прошивочка размером 3 гигабайта на моем iPhone 12. И сами разработчики даже не указали, что здесь нового. То есть я полазил по источникам различным, на самом сайте Apple по прошивке. То есть нету никакой информации. Повышена, как всегда, производительность, автономность. Как бы стоит ли вам накатывать? Говорю, конечно же, нет. Ждите iOS 14.6. Однозначно релиз будет хороший. Осталось только посмотреть, какая будет автономность. А почему она вышла? У меня есть подозрение, что они нашли какие-то нюансы касаемого iOS 14.6. Передать огромные нюансы, раз пошла iOS 14.7. Или же простое объяснение. То есть будет производительность у нас отлично. Она вдвое вышена, чем то, что было в сравнении с iOS 14.5.1. А в iOS 14.7 они решили конкретно пофиксить до релиза iOS 15 или бета-версии. Не важно. С автономностью. То есть это мое личное мнение. Я думаю, все-таки они именно этими будут заниматься, чтобы закрыть линейку именно iOS 14. Она была производительная, автономная и так далее. То есть это личное мнение. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. 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 Вот так вот, друзья. Поэтому если у вас возникнут какие-то проблемы с iOS 14.5.1, iOS 14.6. Сделайте Hard Reset. Жесткую перезагрузку по подсказке видео, либо по ссылке в описании. Вы сможете это сделать. Для чего это нужно? Это нужно в том случае, если вы вдруг установили новую версию iOS, бета-версию либо релиз. У вас греется аккумулятор, либо еще какие-то баги, фрезы. Это поможет вам сделать Hard Reset, жесткая перезагрузка и исправить этот баг. Если же нет, крайний случай, вы просто переустановите iOS и вы все это дело поправите. Чтобы не пропускать мои новые видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, какая у вас iOS, какой у вас iPhone, как у вас с батарейкой. Скоро увидимся.